Приветствую вас, дорогие коллеги, новички! Сегодня у нас с вами начинается первое занятие, на котором мы с вами научимся, как правильно готовить платформу для работы. Что значит правильно готовить платформу? Первый метод, который мы с вами активно будем изучать, это работа с теплым рынком. То есть это знакомые наши одноклассники, друзья, коллеги, то есть все люди, которые у вас уже есть на вашей основной страничке ВКонтакте, в Одноклассниках или в Фейсбуке. Прежде чем приступить к общению со своими знакомыми, нужно сделать несколько элементарных вещей. Это просто подготовить страничку к работе. И как это выглядит? Я вот благодарю Наталью Шехтель за то, что она предоставила нам свою страничку для эксперимента. И мы сейчас с вами пройдемся по этой страничке, по ее аккаунту, и вы сами посмотрите, что можно улучшить, что добавить или что-то совсем убрать. Итак, приступаем. Мы видим с вами страничку, обычную ленту, как у всех людей. У нас есть здесь в начале редактор, показать подробную информацию. Ну что, поехали. Давайте разбираться с самого начала. Ну вот первое. Напис Наталья Юрьевна Шехтель. То есть я бы сразу предложила Юрьевна убрать. То есть в редакторе оставить просто Наталья Шехтель или Юрьевна хотя бы написать с большой буквы. Но в принципе в Рунете принято общаться друг с другом по имени. И отчество здесь немножечко неуместно. Вот я бы это убрала. Давайте откроем редактор. Так, нам Наталья объяснила. Так, разъярешила. Все, мы отчество убираем. Так, здесь мы оставляем все. Город. Если пишем что-то, то пишем правильно с большой буквы. Дети есть. Сохраняем. Так, далее открываем контакты. У нас где сайт, личный сайт написано нет. Мы этого писать не будем. Телефон не будем. Просто сохраняем. Интересы проверяем. Общественные посты, группы, исполнители. То есть, да, как-то не конкретно. То есть, ничего нету. Надо добавлять, если хотим. Так, здесь оставляем. Карьера. Можно здесь указать MLM. Туда работаю в MLM. Сохранить. Жизненная позиция. Политические. Главное в жизни. Семья, дети. Отношения к курению. Да, ну хорошо. То есть, я слишком ковыряться в этом не буду. То есть, вы по желанию, по своему отношению, сами посмотрите. Вот. Теперь у нас появилась первая. Наталья Шехтин. Теперь читаем статус. Люблю, когда он прижимает меня к себе так, словно я все, что у него есть. Очень хороший статус для обычной женщины, влюбленной и так далее. Но если мы хотим, чтобы на нас наши знакомые обратили внимание по-новому, то, что мы в бизнесе, да, у нас есть интерес, то статус нужно поставить какой-то соответствующий, да, мощный. Мы сейчас посмотрим, у нас есть Татьяна Фролова, что у нее. Вот. Люблю свою работу, стремлюсь к своей мечте. Неплохо. То есть, пока у вас нет своих идей, их можно брать взаймы. Сохраняем. Отлично, да. То есть, что первые знакомые увидят? Появилась работа. То есть, ваши знакомые должны тут же увидеть, что что-то начинает у вас меняться. Так, проверяем аудиозаписи. Это такая красивая, это такая безумная. Ну, тоже очень важно, какие вы выкладываете ролики, аудиозаписи и фотографии. Давайте проверим фотографии. Фотографии должны быть классного качества. Вот такое точно не должно быть, да, с оружием. Это видно, что это сделано в редакторе каком-то. Удаляем с разрешения Натальи, закрываем. Смотрим дальше. Так, здесь она у нас везде разная. Снегурочка пусть останется. С колясочкой, внучка. Замечательно. Есть хорошие картинки уже именно такого позитивного свойства. Вот. Может быть, да. То есть, вот эту я бы тоже убрала. Но, в принципе, да, может девчонкам кому-то понравится, пусть будет. Дальше. Вот такие страстные картинки придется удалить. Потому что они тут совершенно на бизнес-страничке неуместны. Так, это мы удалили. Такое, да. Это тем более не ваши фотографии, просто картинка. Ей тут места не должно быть. Это тоже не вы, но уютное. Этой зимой хочу поверить. Этот, 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 этот. Я, кто-то ошибаюсь. Ну, немножечко печальное, да, какое-то сообщение. Сообщение, поэтому мы его тоже удалим. Оно нам ни к чему. Дальше. Смотрим фотки. Ну, такая фотка в окне, да, плохо видно. Удалим. Лучше пусть их будет меньше, но лучше. С цветком оставим. Пусть будет. Дальше. Ну, так, так, так. Все, пожалуй, да. Все мы с вами почистили. Сколько осталось фотографий? Обновляем. 42 фотографии. Немножечко я поудаляла. Пойдем в ленту. Смотрим, что у нас в ленте. Пошли репосты. Смотрите. Психо. Анализ. Вот смотрите, что очень важно. Репосты, они, в принципе, запрещены. В принципе. Потому что, смотрите, я смотрю классная картинка. Мне она нравится. Я нажимаю на психоанализ. И я ушла с вашей странички. И начинаю тут ковыряться. Читаю, смотрю, делаю себе репосты. То есть, я про вас забыла, что я к вам зашла когда-то, да, увидела. Поэтому все, что репосты, мы удаляем. Репосты быть не должны. Мысли вслух. Удаляем. Рецепты. Ну, в принципе, можно было бы, но если бы это был не репост. Мы бы рецепты оставили. Проверность убираем. Личную фотку в ленте. Они не должны быть без подписи. Только если вы действительно хотите что-то сообщить вместе с этой фотографией. Чистим ленту. Вот, например, как это сделать? Давайте вам покажу. Например, вы хотите самые вкусные пончики разместить у себя на странице. Мы заходим в эту группу. Ну, любой. Давайте вот морковный салат, например. Вы хотите сделать себе. Тут два варианта. Можно нажать на этот вот граммофончик и отправить себе на страничку эту картинку и это сообщение, послание. А можно сделать вот таким образом. То есть мы копируем вот этот текст, идем на страничку и вставляем вот сюда наверх текст. Возвращаемся на страничку, открываем фотку. Так, она не до конца у нас скопировалась. Фоточку. Копировать URL картинки. Я вам просто пример, я это сообщение оставлять не буду. Вставляем ссылку, подгружается фотка, ссылку удаляем. И уже вот это сообщение можно опубликовать. Это будет от вас исходить. Не от кого-то, да, там с группы, которая уведет в эту группу. А это будет от вас идти сообщение. Но я его оставлять не хочу, потому что, ну, это можно оставлять, в принципе, если вы будете работать с этой целевой аудиторией потом в будущем, да, с рецептами и так далее. То есть, все, что... Одни репосты, смотрите. Репосты, репосты, репосты. Какая-то мебель. Опять рецепты. Все, что репосты, на страничке быть не должно. Чистим, чистим. Ой-ой-ой. Сколько же тут чистить-то? Так, вот, смотрите. Интересное сообщение. Замечательное просто сообщение. Но оно сделано репостом со страницы спонсора от Натальи Алешиной. Смотрите, вот я, например, зашла к Наташе Шехтин. Хочу... И вдруг я увидела вот это сообщение. Оно мне кажется очень интересным. Но я вижу, что это сообщение сделала Наталья Алешина. Что я делаю? Я ухожу на страничку к Наташе. И начинаю у нее ковыряться. Да, смотреть. Опаньки. Ух ты, как круто. Ой, как интересно. Ой, да она мотивации какие выкладывает. Ух ты, какая суть работы простая, понятная. Как вы думаете, кому я буду стучаться и проситься, чтобы мне рассказали подробности о работе? Наверное, вы уже догадались, да? Так, я вот Наташу не буду закрывать. Фабрику закроем. Наташу оставим. То есть, что нужно было сделать правильно? Надо было взять вот так вот, скопировать сообщение. Вставить к себе записи. Скопировать вот эту фотографию. Да, она классная. Копировать URL картинки. Закрываем. Идем наверх. В конец. Вставляем ссылку. Ждем, когда подгрузится фотография. Ссылку удаляем. Ctrl-Z, если вы не знаете. И нажимаем отправить. Вау! Вот теперь появилось от Натали Шехтель сообщение, да, что она, это она продвигает, да, проект. Она в каком-то проекте, где щедро дарят подарки. Хорошо. Давайте дальше посмотрим. Это мы удаляем. Удаляем. Вот. Отлично. Не бойтесь расти медленно. Бойтесь оставаться незаметным. Оставляем. Мечтаешь. Оставляем. Но. Сразу скажу вам, да, на что обратить внимание. Если вы просто воткнули картинку, это, конечно, здорово, что вы вставили хорошую картинку. Но как было бы круче сделать? Ну, например, берем вот эту картинку. Копировать URL. Идем наверх. Мы ее вставляем. Пишем картинку. И пишем текст. Пишем текст и хэштеги. Где берем текст? У нас есть такая контент-группа. Контент-группа, где мы выкладываем разные посты, да, разные полезности, которые вы можете использовать. Использовать. И так далее. Ну, вот, например, говоришь, обстоятельства жизни не те, третит и дети забирают. Мы вот так берем, копируем сообщение. Идем сюда, вставляем. И нам нужно расставить хэштеги. Что такое хэштеги? Ну, например, мы ищем слова какие-то интересные, которые могут искать люди. Дети, например. Да, дети. Ставим вот такую решеточку. Это хэштег. Далее. Мы еще должны вот эту картинку с бегуней тоже взять. Копировать URL. То есть, чтобы было понятно, да, что здесь и мечты, и бегунья, да, можно две картиночки использовать. Далее. Бегунья. Давайте бегунью тоже сделаем хэштегом. Пала, стафета, старцы, стафета. Можно такое быть. Третье место. Оговорки. Знаймешься делом. И в конце мы ставим несколько хэштегов. Между ними обязательно должны быть пробелы. И заполняем, например, самые популярные хэштеги. Россия. Москва. Наталья у нас с какого города? Рязань. Пишем. Рязань. И очень популярный хэштег, например, счастье. И вот тут мы еще поставим карьера, карьера онлайн. Обратите внимание, что они все слитно пишутся. И хэштег, хэштег, сейчас мы его поставим. Например, счастье. То есть, что мы здесь отметили в этом послании, да, вот, пора действовать, у нас есть призыв. Здесь у нас видно карьера онлайн. Самые популярные, да, города ваши слова. Так, а мы счастье уже писали, значит, мы его не будем писать. И вот теперь вот эту картинку мы отправляем. Посмотрите, да, как круто. Вот, ребят, на самом деле тут все просто. Но надо помнить, соблюдать баланс, что должно быть о себе. Должно быть о себе 30% где-то, о своей семье. Увлечения, хобби 30% и остальное бизнес. То есть, вы не должны напичкать только бизнесом эту страничку. То есть, должно быть что-то о себе. Например, классная идея для завтрака. Ну, все круто, но это должно быть не репостом. Это должно быть не репостом. То есть, да, мы сейчас сделаем с вами кое-что, что можно сделать. Тут мы все должны почистить. Особенно, если вы участвуете в какой-то, я не знаю, там, айфон рекламирует, чтобы победить. Сделай репост и так далее. Ну, вот эту давайте оставим запись. Вот эту мы... Вот, кстати, сейчас мы с вами дошли до фотографии аватарки. И вот смотрите, что нам нужно сделать. Фото аватара должно быть потрясающим, просто потрясающим. Ну, давайте посмотрим у девочек, да. Вот, вот шикарное фото для аватара. То есть, лицо развернуто на вас. Да, вы видите, глаза открыты, лицо позитивно. И тут еще, да, мы видим, что это женщина, девушка, потрясающе выглядит, как бизнес-леди. Вся холеная, ухоженная, с причесочкой, с ноготочками, да, в белой кофточке. И она работает за компьютером. Ребят, ну, как вы думаете, что здесь? Смотрите, 93 лайка. Мне это тоже нравится, я ставлю лайк. Это очень крутая фотка для аватарки. Давайте посмотрим, вот у нас еще есть проверочная страничка, да, Надежда Громанчук. Тоже очень даже неплохо, только я бы ее чуть-чуть обрезала, чтобы было покрупнее. Но для начала, пока у вас нет более таких фотографий профессиональных, вот такой фотографии вполне, да, достаточно, что мамочка с детишками. Это очень круто, мы ставим лайк, идем дальше. И вот, например, Татьяна Фролова. Тоже семейное фото, крупным планом, да. Ну, может быть, она немножечко, там, как-то слишком уж, да, проецируется любовь. Но все равно круто, согласитесь. Да, семья, пара, бизнес, люблю работу, муж любят, да, где-то они на мероприятии. То есть уже круто. Ну, есть над чем поработать. Давайте еще что мы с вами посмотрим. Вот, аватар, который стоит у Натали. Что бы я с ним сделала, да, фотография хорошая. Натали здесь красиво одета, да, шикарная вся такая из себя. Но слишком много пространства вокруг. То есть она получается как бы далеко, в полный рост. Такие фотографии для аватара мы не используем. Даже если они очень классные. Фотки должны быть крупным планом, очень четкие, красивые. Что мы можем сделать? Мы можем взять эту фотографию и обрезать. Сейчас я ее обрежу. Заодно вам покажу, как я это делаю. Я это обычно делаю в Google диске. Просто загружаю в любую презентацию. Например, вот сюда. В любую презентацию открываю листик. Я использую презентацию и ножнички. Сейчас не открывается. Ага, вот пошло. То есть нам нужна одна страничка чистенькая, один листик. Вот так вот мы добавим. То есть вы можете в любом редакторе это сделать. То есть вот что мы делаем? Мы вставляем фотографию. Берем ножницы. Ножнички. И вырезаем так, как мы хотим видеть это. Мы можем сделать чуть-чуть вот так, например. Вот так вот. Жалко, там петля на заднем фоне. Но все равно уже лучше. То есть мы берем торс. И желательно, чтобы на таких фотографиях все-таки были руки в кадре. Но если нет, то все равно хотя бы она должна быть крупным планом. Эту фотку мы сохраняем. Наташа. Это я закрываю. Пока оставлю, не буду закрывать. Может быть понадобится. Идем к Наташе на страничку. И обновляем фотографию. Мы выбираем файл. Потому что из любой фотографии, в принципе, практически из любой, мы можем что-то с вами вырезать. Нам удобно. Так, первый каталог, второй. Ищем Наталью на фотографию. Мы ее сейчас загружаем. Вообще, конечно, фотографии нужно... Не подошла. Слишком сильно обрезали. Ну, главное, чтобы вы поняли, да, что нужно делать. То есть надо фотографироваться более крупным планом, чтобы это было недалеко. Как это говорится. Тут она правильно все поставила. Покрупнее вот так сделаем. Все равно то же самое. Самое главное, да, фотка должна быть очень классной. Потому что, как вы начали, с того мы и продолжим. Теперь, что нам нужно с вами сделать? Заполнить ленту, еще что-то о себе, о любимой внучке. Давайте найдем фотографию у Наташи с внучкой, например. Да, где маленькая крошечка. Вот она. Где она у нас? Ну, вот такая улыбашка. Мы берем, копируем URL картинки. Идем на самый верх. И вот тут мы добавляем фотографию. Но просто фотография, ребят, опять же, не работает. Должен быть текст. Обязательно какой-то классный текст. То есть вы пишете, что, ну, например, я не знаю, как Наталья бы это сделала, да. Например, наша маленькая крошка, наша маленькая крошка играет с кошкой. Я, кстати, видела там классную фотографию с кошкой. Можно вот так вот. И хэштеги. Несколько штук мы их вставляем. И тут пишем, что Россия. Счастье. Чтобы вас искали. Ваш город. Забыла, какой город у нас. Рязань. Рязань. Можно подработка. Так, вот тут пробел нечаянно поставила. Вот тут не поставила. То есть между хэштегом и словом пробелы не должно быть. А после слова и следующим хэштегом обязательно должен быть пробел. И здесь мы пишем карьеры онлайн. То есть мы продвигаем свой проект. Обязательно смайлики. Какие-нибудь смеющиеся. Классные. И добавляем еще фоточку, где у нас она с кошечкой играет. Наша крошка играет с кошкой. Опять URL. Закрываем. Закрываем. И сюда в конце вставляем опять эту ссылку. Ждем, когда подгрузится. И вот так. Вот, смотрите. Теперь это из того раздела, когда мы о себе, о своей семье, о том, как мы живем. То есть мы должны выкладывать, где мы бываем. На концертах, кино, в театре. Ребят, приучитесь делать вот эти селфи. Старайтесь делать их более качественными. Выбирайте ракурсы красивые. Выбирайте фон, освещение, чтобы фотка получилась классной. Потому что, например, фон. Здесь немножко двери, двери, косяки. Но не очень, согласитесь. То есть можно было чуть-чуть как-то развернуть. Фотоаппарат, да, вот кадр. И сделать в более интересном интерьере. Здесь вот вообще замечательно. То есть мы не видим интерьера. У нас фокус именно на малышке и на котенке. Я вам сейчас объяснила принципы. Что еще здесь не хватает? У нас не хватает с вами фотографий команды. Где их брать? Мы опять же заходим в нашу контент-группу. У вас должна быть на нее ссылка. Я ее в обучении вам добавила. Мы заходим. Фотоальбомы. С правой стороны нажимаем фотоальбомы. И выбираем все фотоальбомы. Давайте их посмотрим. Вот, например, фотоальбом с командой. С командной нашей фотосессии. Здесь можно найти фотографию, где мы все такие вот классные, да, вот такие бешеные. Копировать URL. URL. Мы это... Ой-ой-ой. Заходим. Тоже вставляем. И вот здесь вот мне очень понравилась у Татьяны. Классный был к фотографии комментарий. Вот такой вот. Мы его только чуть-чуть подредактируем. И можем вставить сюда к фотографии. Что у нас здесь? Я... Ну, смайлики обязательно. Чтобы это было очень привлекает. Рисков никаких. Попробовать разочароваться. Что попробовать? Построить свой бизнес. Так. Та-та-та. И вот. Так вот. 9 февраля мы убираем. Я бизнес-партнер оставляем. Только вот здесь височательный знак. Мы его убираем. Если тебе хочется ознакомиться с информацией. Вот это мы убираем. Вот это мы убираем. Ставь плюсики. В комментарии. В комментарии я напишу подробности. Смотрите, что здесь у нас есть. Есть сообщение. Да, мы вот обязательно тут какие-то смайлики можем поставить. Построить свой бизнес. Тут денежки можно найти. Или вот такой вот искусательный знак. Так хочется скинуть всякого зависимости. Я бизнес-партнер. Убираем искусательный знак. Дальше. Где-то есть такие классные фоточки с денежками. Ну, можно вот такой вот. Что здесь самое главное? Если тебе тоже хочется ознакомиться с информацией. Запятая. Ставь в комментарии три плюсика. Я напишу подробности. Ребят, и вот это очень классное послание. Здесь можно даже две фотографии какие дают. Давайте еще поищем. Нам надо фотографию с денежками. Где-нибудь найти. На каком-нибудь мероприятии. Так, где мы были? Где мы были? Вот, смотрите. Сочи, Сочи. Ищем. Где с чеками? Да, вот нужна фотография классная. Где много-много людей на сцене с чеками. То есть, чтобы люди видели, что это очень масштабно. Что это, да, столько людей в этом участвуют. Так, вот, например, командные фотографии пошли. Можно взять. Ребят, ничего страшного, если даже это не ваша команда. Да, там мы просто используем все фотографии, которые могут. И все-таки нам нужна фотография с денежками. Вот, не вижу такое с чеками. Надо будет сюда дополнить. Так, возвращаемся. Может быть, где-то здесь. Ага, вот, банкет и фотография. Здесь вот как раз должно быть с чеками, с чеками, с чеками. Ну, давайте, вот, возьмем, например. Видно, да, что здесь все с долларами, с долларами. Идем сюда. Опять ставим ссылку. Не забывайте ссылочку потом удалять, когда фотография подгрузится. То есть, да, может быть, вот этого и достаточно. Отправляем. И у нас, смотрите, получается, что вот это будет нашим рабочим статусом. То есть, мы вот таким образом нажимаем на три точки, выбираем закрепить. И что бы вы ни делали, потом вы будете опять добавлять новые посты, еще свои фотографии. Все, что вы делаете. У вас всегда наверху будет этот пост. И что будут делать люди? Мы вот так его открываем, копируем. У нас есть чат прокачки. Прокачка мы скидываем и пишем. Нужны плюсики. Нужны плюсики. И ребята нам просто помогут, да, зайдут на нашу страничку и поставят плюсики. То есть, вот здесь вот внизу, где комментировать, они нам напишут здесь плюсиков. Их будет достаточно много. Сами увидите потом, да, что появятся плюсики. И это будет поддержка от команды, что есть активность. Вот смотрите, не успели мы шевельнуться, уже Кристина нам поставила плюсик. Буквально две секунды. Где он плюсик? А, понравится, но нам нужны плюсики. Сейчас еще раз. Нужны плюсики. Вот так вот. Чтобы ребята нам помогли, показали, что это активная страничка, что люди интересуются и так далее. То есть, ребят, это первый блок мы с вами сделали. Единственное, надо дочистить до конца все репосты, потому что все равно люди потом начнут когда смотреть. И опять же, опять же, есть репосты. Какие-то репосты. Все это нам совершенно не нужно. Фотики удаляем, рецепты удаляем. То есть, это потом самостоятельно вы все почистите. Что еще нужно сделать на страничке? Теперь, когда она у вас отформлена, пошла движуха. Вот пошли лайки, добавления в друзья у нас уже. Наша же команда прокачивает. Принимаем дружбу. И вот пошли, пошли, пошли движухи. Очень классные. Как вы думаете, теперь вы готовы к тому, чтобы начать писать друзьям? Давайте посмотрим, что мы будем писать друзьям. У нас на сайте, сейчас я сайт открою, есть вот такая классная стучка. В первом уроке я сейчас чуть-чуть отредактирую. Но самое главное, да, у нас здесь есть текст, как пригласить знакомого в бизнес. Мы его открываем с вами. И вот мы здесь пишем. Мы копируем первое сообщение. Мы его копируем. И возвращаемся на страничку к Наталье. Я с ее позволения сделаю несколько действий. Мы открываем первое. Друзей. Мы открываем друзей. И что мы делаем? Мы листаем в самый низ, потому что там точно будут друзья. А сверху это уже наши коллеги сейчас подобавлялись. И открываем первое сообщение. Первого человека. Сразу второго. Третьего. Я много не буду, потому что я не знаю, кто эти люди. Я вам просто покажу пример. Вот вы открываете своих друзей. Первое, что вы делаете. Открываете фотку, ставите лайк. Несколько фоточек нужно лайкнуть. Лайкнули. А, да, кстати. Комментарь. Комплимент. Обязательно мы пишем Катрина. Какая шикарная фотография. Шикарная фотография. И смайлики. Прям буквально вообще вот просто несколько смайликов. Просто тепленький комплимент. Я не знаю степень родства и близости с этой девушкой. Поэтому я писать не буду, но как бы это должно было выглядеть. Мы открываем переписку, заходим. Мы видим, не общались. Мы пишем Катрина. Привет. И следующее. А, там у нас был привет. И вот это сообщение. Мы можем тут тоже поставить смайлик подмигивающий. И вот это сообщение мы отправляем. Все. Закрываем страничку. И вот таким образом мы проотбегаем по всем. То есть мы смотрим, что это за человек. Открываем. Мы ставим лайки, несколько штучек. Закрываем. А, комплимент забыла написать. Обязательно здесь комплимент. Оригинальное оформление, например. Фотография. Очень делаем вот такие вот аплодисменты. И пишем Анастасия. Да, я сейчас посмотрю, переписывались. Нет, нет. Анастасия. Привет, я начала подрабатывать. Здесь мы вставляем смайлик подмигивающий. И отправляем. Ребят, дальше продолжать не буду. Я думаю, да, вы все поняли, что мы ставим лайк, пишем комплимент. И уходим потом с этой странички. Я надеюсь, что этой информации вам будет пока достаточно. Вы спросите, а что же дальше? Я отправила людям сообщение. Дальше у вас есть подсказка здесь на сайте. Люди начнут спрашивать. Да, а что за работа? Тр-р-р-р-р-р. Ключевой момент. Вы не должны пытаться объяснить суть работы. Ни в коем случае. Вы пишете. Ты знаешь, я еще совсем недавно работаю. Боюсь, пока не смогу объяснить все понятно и доходчиво. К тому же я не уточнила, какие вакансии сейчас свободны. Давай свой номер телефона, скайпа, ватсапа, вайбера. И наш менеджер по кадрам тебе позвонит и объяснит суть работы. Ребят, я понимаю, что это сжато. Что у вас разные ситуации, разная степень близости с людьми. Но я вас просто хочу предупредить, что самая огромная ошибка новичка заключается в том, что новичок пытается объяснить сам, как он понял, на первых эмоциях, первого восторга. Пытается объяснить сам результат, что провал. Люди не реагируют. Первое. Мы оформляем классную страничку. Мы над ней хорошо должны поработать. Второе. Мы ставим пост о работе. Вот у нас должен стоять пост. Появились новые фотографии. Пост рабочий стоит. У нас должны тут появиться команды поддержка в виде плюсиков. И только после этого мы начинаем заходить к нашим знакомым. Мы ставим лайки, пишем комплименты и отправляем им первое послание. Ребят, больше ничего делать вы не должны. Сами не рассказывайте. Если человек настаивает на том, что вы ему рассказали, вы еще раз объясняете. Скажи, я могу, конечно, объяснить, как я поняла, ну, я даже не знаю, да, ты, может, что-то поймешь не так. Если ты совсем категорично отказываешься, ну, ничего страшного, я предложу там Маше. Я знаю, что Маше точно нужна подработка. Ну, и ничего страшного, если тебе нужно будет то сообщение. Дальше ваш шаг. Если человек говорит, да, на, пожалуйста, звони, пиши, вы этот номер передаете своему менеджеру. Скидывайте фамилию, имя человека, номер телефона, ссылку на контакт или одноклассники, где вы общаетесь, и несколько слов о человеке, кто он вам, кем приходится и так далее. Далее. Менеджер сам звонит, сам все объясняет. Вы не переживайте за это. Все будет отлично. И человек, если он скажет, да, я хочу попробовать, он попадет в вашу команду. Однозначно. То есть у нас такие правила, кто приглашает, к тому в команду уходит человек. И, кстати, здесь есть еще второй вариант, как приглашать. То есть вы выбираете любое, которое вам больше нравится. Первый или второй, они оба хороши. Спасибо вам за внимание. Я вам желаю мощных, успешных регистраций. Помните, что работа по теплому рынку дает самый большой результат. И даже если будут отказы, как сказал наш директор из Саратова, золотой директор, молодая девушка, 20-летняя студентка, Катя Насырова, она сказала, лучше пусть мои знакомые скажут, мне нет, чем кому-то, да. Поэтому перебирайте свой список, заявите о себе, то есть что вы в команде, что у вас успешный проект, да, вы должны продвигать именно проект, пока у вас нет своих больших достижений. Но я уверена, что они скоро точно будут. Спасибо вам за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok